Два месяца назад графа за услуги Сочи Водоканала вышла из общего списка квитанции по оплате ЖКХ. Теперь вот так выглядит новая квитанция за холодную воду и канализацию, где четко и понятно прописаны услуги ресурсоснабжающего предприятия. Производить оплату стало удобнее, говорят сочинцы. Меня устраивает отдельная платежка. У людей очень много, допустим, по воде есть вопросов. И когда приходишь в Водоканал, ты уже приходишь с этой платежкой. И уже сразу все вопросы решаются от и до. Сочинский Водоканал вместе со своим партнером Почта России внедрили на территории города Сочи федеральную платежную систему, которая хорошо зарекомендовала себя в других городах России. Скорость и качество приема платежей возрастают в несколько раз. Это федеральный мобильный продукт, который позволяет оптимизировать, синхронизировать все платежи. С 1 января 2016 года вступает в силу 307 федеральный закон о платежной дисциплине. И увеличивается пеня до 23% годовых. То есть это существенное увеличение. И, соответственно, внедрение вот этой системы позволит собственнику вовремя производить оплату и, соответственно, не попадать под эти штрафы. Новая система исправно работает даже при временном отсутствии интернета в отделении связи. Если связь с сетью прерывается, модуль автоматически переключается на локальную базу. Плательщик не чувствует неудобств. Раньше в данных ситуациях операция останавливалась, прием платежей прекращался. Есть база данных, которая нигде не перемещается и нигде не может перепутаться. То есть между водоканалом и филиалом управления федеральной почтовой связи через сочинский почтам, в том числе и Адлерский, и Лазаревский. К слову, сочи водоканал останавливаться на новых технологиях не собирается. Уже в ближайшем будущем они планируют реализовать еще более современную систему оплаты услуг. Когда оплатить счета, можно будет почтальону, не выходя из дома, через планшет с использованием мобильного кассового терминала. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.